Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим, каким образом происходят вводы и выводы на новом сайте Life is Good. Мы поговорим о тех цифрах, которые появились у многих владельцев кабинетов на счете ВСТ. Ну и, наконец, мы узнаем, когда же, наконец, владельцы новых кабинетов увидят свои балансы со счета Виста, которые у них были в старых кабинетах. Есть свежая информация. Итак, наверняка вы знаете, что вводы и выводы на новом сайте LIG.LTD происходят через криптовалюту USDT. Это так называемый stablecoin, то есть стабильная монета, курс которой приравнен к одному доллару ориентировочно. И здесь на экране вы видите кошелек, на который, собственно, происходит взнос средств. То есть, когда человек хочет пополнить баланс на новом сайте Life is Good, он вносит средства на данный кошелек. И система блокчейна удобна тем, что, в принципе, можно посмотреть полную статистику по данному кошельку. На сегодняшний день, на 25 июня, общее количество транзакций составляет 156 375. На данный кошелек было сделано переводов на общую сумму 10 миллионов 639 тысяч 573 USDT. То есть, это миллионы долларов. С этого кошелька было выведено 3 миллиона 076 тысяч 995 USDT. И на балансе осталось 7 миллионов 560 тысяч 935. Причем, как видите, пополнение кошелька происходит, можно сказать, в режиме реального времени. То есть, видно все последние операции. Ну, например, вот последние операции 768 долларов. Вот кто-то даже пополнил 8419 долларов. 26 долларов. 278 и так далее. То есть, вы можете, так сказать, перейти по ссылке и посмотреть. Интересно также наблюдать за графиком. То есть, видно, что первые транзакции на данном кошельке появились, по сути, 17 мая. И с тех пор, как видим, баланс постепенно увеличивается. Но в некоторые моменты средства с данного кошелька выводятся. А вот это кошелек, с которого происходят выплаты на новом сайте. Вот это адрес кошелька. И давайте посмотрим. То есть, на данный кошелек суммарно было перечислено 2 млн 913 USDT. Из этих средств 2 млн 779 783 было отправлено на кошельки тем, кто заказал выводы. Ну и в данный момент на балансе остается 133 227 USDT. Также можно в режиме реального времени наблюдать именно те выплаты, которые люди заказывают на свои кошельки. И если мы с вами посмотрим данный график, то можно обратить внимание, что в определенные даты данный кошелек пополнялся. Ну, например, было пополнение 24 мая. И баланс резко увеличился до 639 000 долларов. И потом, видимо, с данного кошелька шли платежи тем, кто заказал выплаты. Также было большое пополнение до 1 млн 327 тысяч 30 мая. И после этого, как видим, также шли выплаты. И, как видим, было еще одно пополнение 11 июня. Баланс был доведен до 637 тысяч. И с тех пор, собственно, происходят выплаты. Вы можете спросить, а откуда появляются средства на данном кошельке, чтобы потом происходили выплаты на кошельки партнеров. Ну, вот сейчас вы видите на экране транзакцию. Вот ее хэш, так называемый. То есть уникальный код. Эта транзакция состоялась 11 июня в 11.22 по местному времени. И обратите внимание, что средства поступили именно с того самого кошелька, на который деньги приходят. То есть когда люди делают взносы. И с этого кошелька на второй кошелек, с которого делаются выплаты, в этот день было перечислено 500 тысяч USDT. То есть полмиллиона. Вот вам и получается пример. На один кошелек как раз приходят все платежи, когда люди пополняют баланс, делают взносы. С другого кошелька участникам происходят выплаты. Ну, а вот данная транзакция подтверждает, что средства переводятся с одного кошелька на другой. И как раз мы видим, что именно 11 июня баланс на втором кошельке, с которого делаются выплаты, резко вырос до 637 тысяч долларов. Он как раз вырос благодаря вот этой транзакции. Потому что баланс был пополнен сразу на полмиллиона. К сожалению, я не смог найти хэш вот этой транзакции за 30 мая. Если вы знаете, как можно найти хэш транзакции за определенное число, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Наверняка вы знаете, что на новом сайте можно приобретать так называемые акции. Раньше они стоили 256 долларов. Их стоимость постоянно увеличивается. Я не знаю, какова стоимость на данный момент. Если знаете, напишите в комментариях. Так вот, акцию можно приобрести либо полностью, либо, например, одну десятую часть. Так вот, те, кто приобрели такую акцию полностью, у них на счете ВСТ в кабинетах появилась цифра 100. 100 ВСТ. А если кто-то купил десятую часть, у них появилось 10 ВСТ. То есть 10 раз меньше. И обратите внимание, как эта транзакция помечена. Она помечена как ВСТ Compensation. То есть ВСТ вроде как обозначает ВИСТА. А Compensation по-английски обозначает компенсация. То есть вроде бы как намекает, что это как раз компенсация тех средств, которые у человека были на счете ВИСТА. Конечно, на данный момент цифры не соответствуют тому, что у людей было в их кабинетах Гермес на счете ВИСТА. Потому что эти цифры, получается, зависят не от того, какой у человека был баланс на счете ВИСТА. А от того, сколько акций или долей он купил. Если он купил целиком акцию, ему на этом счете нарисовали как бы 100 ВСТ. Если он купил одну десятую, то значит ему нарисовали 10. Ну и так далее. То есть в зависимости от количества приобретенных. Причем я спросил, удалось ли что-то из этого вывести. В принципе, да. То есть можно данные цифры обменять. Там существует процедура обмена. И в принципе можно поставить на вывод. То есть можно сказать, что определенные циферки, определенную компенсацию людям в кабинетах начислили. Но, конечно, кто-то может сказать. Так по сути человеку вывели его собственные деньги. То есть он в систему, предположим, чтобы купить акцию, внес там 256 долларов, а ему на счете нарисовали 100 долларов, чтобы он мог их вывести. Ну, можно рассуждать и так. То есть человек внес 256 долларов, чтобы ему разрешили вывести 100. Конечно, очень многих сейчас волнует вопрос, когда же наконец на новом сайте люди увидят свои. Балансы, те, которые у них были на старых счетах Виста. И вот как раз по этому вопросу есть интересная информация. Вчера мы в нашем телеграм-чате делали созвон и обсуждали текущие новости по Life is Good. Кто что знает, кто что слышал. И как раз зашла речь о восстановлении балансов в новых кабинетах. И я высказал свое мнение. Что если бы компания, которая занимается разработкой новых кабинетов, хотела бы заниматься этим серьезно, то в обязательном порядке в новых кабинетах должна быть пройдена верификация. И есть у меня другая параллельная структура знакомая. Они тоже говорят, мы все хотим за деньги на новый кабинет зарегистрировались. Сейчас вышестоящие наши говорят. Мне лично ничего не говорят, наши директоры. Я спрашиваю, когда подключить Висташот либо Гернес. Я думаю, они что-то знают, но нам не говорят. А вот здесь я читаю, ну, кто-то говорит, июля. Вот впереди, через неделю июль будет. Посмотрим. Кто-то говорит в августе. Информацию есть какой-нибудь, чтобы в ближайшее время, когда нам подключить. Проблема, как я и говорил в предыдущих видео, состоит в том, что, ну, у меня, мое мнение, такое, что у Романа Василенко этой базы просто нет. Ее все было изъято, когда пришли правоохранительные органы и изъяли все сервера. Это было где-то в конце февраля. Об этом нам поведал айтишник Евгений. То есть, может быть, Роман Василенко и рад был бы прикрутить сейчас чего-то и нарисовать в кабинетах циферки, но нечего прикручивать, понимаете? И там осел, вы говорите, вот, там вот директора говорят. Ну, они могут говорить что угодно, понимаете? То есть, если базы данных нет, то можно там говорить сейчас... Смотрите, помните, в этом, в марте, в марте были новости про июнь, да? Помните, был же разговор, вот будет новый сайт, будут кабинеты. Вот, так вот, июнь-то уже заканчивается. Через неделю июль уже будет. Да, кабинеты есть, но циферок пока, старых циферок со счетов ВИСТа никто не видел. Нет, у старых цифр вообще нет. Там кабинеты, если честно, я скажу, я зарегистрирована. Вот 15 июня нам какие-то акции были, мы на этом зарегистрировались, да? Ну, я лично 55 июнь-то или 56, которые все директора, ну, здесь же писали все по 300 июнь-то зашли. Потом я тут еще прочитала. Те, которые, не знаю, директора или какие-то выше пятого уровня, ну, они же есть шестого уровня директора. Им вернули по 100 июнь-то как бы подарок. Вот недавно числа-то точно не помню. А мне лично 10 июнь-то перевели. Я спросила у нее, я говорю, а где мне 100 июнь-то? Все получили по 100 июнь-то. Она мне сказала, по 100 июнь-то, те, кто по 300 зашли. А те, кто 55-56 зашли, а им по 10 дали как подарка. Все, больше ничего нету там. А там какие-то цифры по аналитике интересные, куплено или что-то, просто я не понимаю там. Многие цифры есть. И наши, я лично свои деньги там не вижу. Я у нее спрашиваю, где, когда подключить. Она говорит, когда подключить через этот кабинет, деньги, говорит, сейчас нам там в евро мы положили. Они переводят нам по юздето. Вот это, ну, курс-то там немножко различается. Сейчас и так мы и сгореем, потому что мы-то повышенный курс были, когда мы положили. А сейчас-то вообще, как сказать, снизились. Или как правильно было? Значит, осел. По поводу того, что, смотрите, по поводу 100 долларов, которые начислили. Как мне объяснили, значит, есть люди, которые на новом сайте купили полностью акцию. Одну акцию, которая стоит там в районе, ну, стоила раньше сначала 256 долларов, потом стала стоить там 270. Сколько сейчас стоит, не знаю. Так вот, кто покупал акцию целиком, полностью оплачивал, им в кабинетах начислили по 100 долларов. Вы, получается, проплачивали, вы купили одну десятую акцию, 0.1. Да? И вот кто купил 0.1, вам с барского плеча начислили аж целых 10 долларов. То есть, у человека, может быть, на старом счете висто, там, у кого-то несколько тысяч евро, а у некоторых и десятки тысяч евро. Так вот, все с барского плеча начислили, кто купил одну акцию, значит, им начислили по 100 долларов. Ну, а если кто-то, вот как вы купили там десятую часть акции, значит, вам купили 10 долларов. Да, и, насколько я знаю, эти 10 долларов или 100 долларов можно вывести, но, повторю, это вы, по сути, выводите свои же внесенные деньги. То есть, человек, который зашел, так сказать, в новый кабинет, внес 256 долларов, купил полную акцию, да, значит, и ему дали вывести, начислили на этот счет ВСТ 100 долларов, и их можно вывести. Ну, то есть, по сути, дали человеку вывести часть того, что он и сам внес. Вот такая, получается, картина. Да, там какие-то доллары просто в кошельке можно видеть. Там я у нее спросила, можно мне вывести ее? Она говорит, если хочешь, можешь вывести, можешь. А если деньги тебе сильно не нужны, оставь там, говорит, там оно работает. Я не вижу там работы. Какой-то сент только добавляю. Да я не знаю. Значит, коллеги, смотрите, я вам сейчас скажу важную мысль. У меня была мысль сделать ролик про это, но до ролика руки еще не дошли. Смотрите, еще раз, вот, ну, я понимаю, что большинство, кто здесь присутствует, не программисты. Я сам тоже не программист, но я примерно представляю. Вот смотрите, мы на старом сайте, у кого были открыты счетовисты, мы были верифицированы. Помните? Мы загружали свои документы, подтверждали там адреса, личность свою подтверждали и так далее. Заметьте, на новом сайте даже те люди, которые регистрировались. Осел, вот вы, у вас есть кабинет на новом сайте, а вы верификацию там проходили, документы какие-нибудь загружали? Нет, нет, это не как раньше, просто здесь безопасность, вот это, на стройке зайдешь, просто в мою фамилию и имя, фамилия, все, ничего. Да, 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 так вот, так вот осел, так вот осел. Я сразу и говорю, что если бы Роман Василенко или кто там у них занимается, действительно хотел восстановить цифры со старого сайта, они должны бы на новом сайте делать верификацию. Объясняю, почему. Думаю, что вы и сами уже догадались. Потому что, извините, предположим, в Life is Good зарегистрирован там человек по имени Сергей Смирнов, и у него на счете 30 тысяч евро, так? А на новом сайте регистрируется человек с таким же именем, с такой же фамилией. Ему что, Роман Василенко на числе 30 тысяч евро только потому, что его Сергей Смирнов зовут? Наверное, нет. Наверное, по-нормальному, если бы компания хотела действительно восстанавливать, человек регистрируется, загружает все документы, проходит верификацию, и только после этого компания видит, что да, это именно тот человек, там Сергей Смирнов, адрес такой-то, дата рождения такая-то, понимаете? А на новом сайте никакой верификации нет. Просто зарегистрировались люди, начислили, вернее, внесли какие-то деньги, и им дают эти деньги выводить. То есть, понимаете, нету связи между старыми кабинетами и новыми. Если бы хотели, как сказали, действительно вот эта крутая компания, которая взяла сделать новый сайт, стояла задача восстановить кабинеты, то мое мнение, они должны были в обязательном порядке в новых кабинетах делать верификацию, а ее никто не делает. То есть, регистрируются люди, вносят, там заводят, выводят, а у них даже документов не спрашивают. И для меня это как раз показатель, что, по крайней мере, сейчас, на данный момент, никто никаких циферок рисовать не собирается со старых счетов. Пожалуйста, коллеги, да, конечно, говори. Андрей, перебить можно это. Собираются сделать, сейчас у них версия 9, а хотят 12. Там уже будет верификация, почту подтверждать, данные все отправлять будут. Сделают. Ну, хорошо, хорошо. Начали с версии 2, уже сейчас 9. Каждую неделю обновляется кабинет. Будет верификация? Будет? Будет. Вчера выходил Василенко на связь в первый раз с директорами. Вот он объявил, что в августе откроют уже вистосчет, у всех появится. Но надо будет пойти в верификацию. Кто с другой почты заходил сейчас, можно еще поменять в настройках. Надо, чтобы почта была старая. А многие почты потеряли, пароли вот, сделали новые. И сейчас ищут. Восстанавливаются сейчас все. Старые почты. Итак, было озвучено, что якобы состоялось совещание Василенко с директорами, на котором было озвучено, что, во-первых, будет верификация на новом сайте, и, во-вторых, примерно в августе будут восстановлены балансы, которые люди видели на старых счетах висто. Записи данного совещания никто не предоставил, поэтому, было это совещание или не было, как говорится, ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Хотя некоторые участники чата спросили у своих директоров, и их директора сказали, что не знают о таком совещании. Но, это ни о чем не говорит. Возможно, Василенко общался только с группой самых-самых приближенных. Если владеете какой-то информацией, то, пожалуйста, напишите в комментариях. В любом случае, если действительно планируется проводить верификацию на новом сайте, для меня это признак того, что они движутся в правильном направлении. Почему? Еще раз повторю свою мысль. Потому что раньше на старом сайте необходимо было пройти верификацию, то есть подтвердить свою личность, подтвердить свой адрес. Поскольку речь идет про финансы, а финансы у многих в кабинетах очень немаленькие. Там у кого-то десятки тысяч долларов или евро, а у кого-то и сотни тысяч. И бывает такое в жизни, что есть люди и тезки, и однофамильцы. То есть, например, Сергей Смирнов, Иван Петров и так далее. То есть, и получается на новом сайте, когда человек регистрируется, даже, по-моему, никто не ставил таких условий, что нужно регистрироваться с тем же имейлом или с тем же телефоном, который у него был на старом сайте. А регистрируйся с каким хочешь. Главное, чтобы работал. И верификации пока на данный момент не требуется. А раз верификации не требуется, то каким образом система на новом сайте будет знать, что вот этот самый Сергей Петров, тот самый Сергей Петров, у которого был открыт счет Виста в старом кабинете, у которого на счете, допустим, 40 тысяч евро. Вот как система должна это узнать? То есть, если уж заниматься восстановлением прямо вот по-настоящему, по-серьезному, как я это понимаю, в новых кабинетах прежде всего также необходимо пройти верификацию. То есть, человек должен подтвердить свою личность, что он и есть тот самый, допустим, Сергей Петров, которому принадлежал счет Виста вот там-то. И только когда он это подтвердит, вот тогда уже ему будут там рисовать какие-то цифры. Но, а как видим, пока верификации не требуется. Но, как мы услышали, вроде бы как планируют это сделать. Если планируют, в принципе, это, ну, разумный шаг. Движение вперед, скажем так. Но относительно заявления, что якобы это все произойдет в августе, ну, позвольте вам напомнить, что в марте, когда прекратили работать все сайты, сначала пошли разговоры, что восстановление будет в июне. Вот у нас июнь уже заканчивается через неделю. Сейчас пошли уже разговоры про август. Состоится восстановление балансов в августе или нет? Это вопрос, конечно, интересный. Но, как мы с вами увидели по платежам через USDT, в принципе, и ввод, и вывод на данный момент работает. Ну, а что там произойдет в августе, как говорится, поживем, увидим. Повторю, если у вас есть какая-то информация по прошедшему совещанию Василенко с директорами, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Сергей, а вот ты говоришь, что вчера Василенко выходил на связь с директорами. А кто-нибудь задавал ему вопрос, почему он за 4 месяца не сделал ни одного видео для всех по текущей ситуации? Что он там шифруется так? Да, боится. Вот в первый раз вышел только на связь с ними. Винс вышел. Винса знаете, да? Кто? Нет. Что за Денис? Винс. В Германии который. Винс. А, Винс. Винс. А, понял. Винс, Винс, да. Тут интересно еще. Вот в новом кабинете всех, которые консультанты первый, второй, третий, пятый есть там написано даже Евгений Чайчук Да, да, да. Там объявлено в какой-то дни Андрей Свинс ну туда надо записаться Андрей Свинс проходит бесплатный как учеба или как правильно говорить там А до этого Андрей Свинс Обучает он сейчас бесплатно помогает компании Да А так он за деньги всегда обучал За деньги были Когда вот восемь лет работала я вот в девятнадцатом году зашла вот с этого в девятнадцатом году я до этого время когда была Виста все Life is Good работала я никогда бесплатный Андрей Свинс где-то обучает я никогда не видела всегда мне предлагали Инстаграм вот это Эдуард Гордеев и ватсат номер он всегда отправлял минимальная цена 40 евро была либо 60 когда у них акция это уже самая дешевая цена а сейчас а сейчас Винс вот эту учебу предлагает даже бесплатно потому что я думаю чтобы консультант еще люди заводили туда сейчас уже у них акция закончилась заводить я ничего не понимаю я только все напомню 800 долларов говорят 800 долларов кабинет открыт или что я ничего не купил я просто про цену слышала да для новичков 800 долларов вход будет да новичку они чтобы деньги вкладывать туда ну как мы или что мы же пошли по 800 долларов открыли шот же веста да это вход плюс еще акции покупать надо вот они стоили 256 а сейчас 296 уже стоят а 800 долларов за что за регистрацию 800 долларов как ажио раньше было а сейчас только по другому кабинет 800 долларов стоит который мы зарегистрироваться просто 800 долларов да и плюс еще купить акции надо когда откроется вот тогда можно да да потому что ты говоришь что там уже кто-то офисы открывает но мягко говоря надо Казахстане открывают офисы открывают чтобы обучать людей от Binance заводить USDT многие не знают как чтобы купить акции они сейчас работают с Binance а многие даже не знают что такое вообще блокчейн вот поэтому открывают офисы а бесплатно офисы обучают бесплатно бесплатно а где это в Казахстане да 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 вышестоящие сами оплачивают аренда офисов это где-то 200 долларов аренда офисов стоит так ну вот в августе обещают да коллеги есть у кого-то что-то добавить вот Сергей озвучил нам новость что якобы вчера был созвон Романа Василенко с директорами где было заявлено что старые цифры со счетов ВИСТа будут подключены в августе ориентировочно да 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 не будет верификации и верификацию сделают сейчас в кабинете версия бета 9 стоит как 12 будет все сразу верификацию всем проходить надо будет вот поэтому открывают офисы чтоб людям помогать чтобы они заявления не писали в полицию приходится высшим все объяснять показывать им вести их за руку обучать не знаю предлагает полицию писать заявление да если мы пойдем пишем нам кто возвращает деньги гарантия там тоже нету там спрашивает спрашивает тоже там не знаю так я не уверен понимают они они тоже договора подписывали сами саморучно верификацию когда делали с компанией подписывали договора в общем вот такая информация на данный момент следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить добавляйтесь в наш телеграм чат будете видеть последние новости и последнюю информацию с вами на связи был Андрей Жариков всего добра Global Star Club возможности безграничны